Турнир проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и посвящен Дню освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. И, как говорят организаторы, это тот самый случай, когда главное не победа, а участие. Данный турнир является любительским, поэтому мы делаем достаточно взвешенные поблажки. Здесь нет прям жесткого судейства. Мы стараемся заинтересовать молодежь, воспитать в молодом поколении более стойких, уверенных людей с правильным жизненным ориентиром. То есть мы специально данные мероприятия силовые стараемся приурочить к великим датам нашей истории. Традиционные дисциплины – становая тяга и классический режим лежа. В самом начале турнира в весовой категории до 80 килограммов высокую планку задал Алексей Хикало. В то время, как его соперники поднимали 90, он сразу взял 125. Я занимаюсь около пяти лет. Я начинал с турников, с брусьев, постепенно перешел на гантели, оттуда уже на штанги. Относительно недавно занимаюсь пауэрлифтингом. Всего года полтора. Первое выступление мое было 100 килограмм, я пожал в 15 лет. Собственный рекорд установил и Сергей Громов. Он отжал от груди 200 килограммов. Несмотря на то, что штангу поднимает с детства, к этой цифре шел долго. Какой-то отдельной программы нету, но самочувствую. Подходим к соревнованиям, готовимся. Показываем неплохие результаты сейчас. 200 – это 200. Это моя мечта сбылась. По итогам соревнований в категории до 90 килограммов победу одержали Александр Полудневич и Андрей Калюжный. В категории 100 килограммов Сергей Громов и Николай Погорелый. А в категории выше 100 – Роберт Худинян и Сергей Медовник. Участников турнира ждали не только медали и грамоты, но и творческий подарок от клуба спортивного танца «Нью Планетс Китс». Руслан Душевский, Анапа. Регион.